взгляд затем кашлянул это и на самом деле есть несколько причин не последняя из них заключается в том что он посмотрел из стороны в сторону затем понизил голос и сказал серьезным тоном вы не поверите но правительство действительно платит деньги за то что вы пишите о царстве снов а поскольку скованные острова практически не исследованы они платят мне премию за то что я обхожу здесь пыльные руины и записываю кое-что технически я работаю по контракту хотите верьте хотите нет он усмехнулся и наблюдал как мастер ран недоверчиво смотрит на него через некоторое время старший мужчина сказал ты странный парень ты знаешь это сам не пожал плечами хах думаю все это знают в любом случае никому не говорите о том что я только что сказал мне не нужны конкуренты высокий мужчина моргнул пару раз затем улыбнулся без проблем тебе нужно чтобы я отвез тебя обратно в святилище или ты сам доберешься санни немного подумал затем сказал я справлюсь это не так далеко в любом случае если я потороплюсь то вернусь до утра и сразу же отправлюсь в реальный мир у меня там есть дела мастер ран кивнул и похлопал санни по плечу хорошо тогда я пойду было приятно познакомиться с тобой санлиз если тебе что-то понадобится в будущем не стесняйся найди меня в святилище с этими словами он призвал свое эхо море белых искр появилась из воздуха и закружилась медленно превращаясь в фигуру могучего грифона крылатый зверь возвышался на цене словно смесь льва орла и кошмара медленно опустив голову он уставился на него двумя прекрасными не человеческими глазами его клюв выглядел таким же грозным и ужасающим как у посланника шпиля санни слегка напрягся и сделал пару шагов назад готовый в любой момент раствориться в тени он не думал что мастер ран внезапно нападет на него но лучше быть параноиком чем мертвым высокий мужчина призвал свои доспехи затем легко запрыгнул на спину грифона и поднял кулак чтобы попрощаться с санни в следующее мгновение эхо расправил крылья и оттолкнулся от земли посылая во все стороны шквал ураганного ветра санни с трудом удержался на ногах а затем посмотрел как грифон улетает вдаль постепенно дружелюбное выражение исчезло с его лица что ж ты знаешь прославленный мастер оказался довольно приятным человеком конечно он был наследником по браку они по рождению тем не менее санни ожидал что к нему будут относиться с гораздо большим пренебрежением и презрением в лучшем случае скрытым замазкой ложной вежливости если подумать сама святая управляющая скованными островами была довольно приземленной хотя и немного холодной не то чтобы у санни было много возможностей пообщаться с ней после того первого дня когда она привела его в светилище вздохнув он подошел к туши чудовищного волка и разочарованным толчком отправил ее в полет за край острова труп отвратительного зверя плюхнулся вниз и вскоре исчез во тьме низшего неба убедившись что из-под острова не появится ничего что могло бы его схватить санни задержался на краю на пару минут затем вздохнул и сам прыгнул в бездонную пропасть валежник упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части сучья ветви сухие и гниющие сломленный ветром навалом снега и т.п. лес а также лес рубленый и полуобработанный но не вывезенный и брошенный глава 384 путешествие по островам падая в бескрайнее голубое небо со свистом ветра в ушах санни раскинул руки в стороны и вызвал темное крыло когда полупрозрачная память соткалась из света за его спиной он сместил свой вес и позволил сопротивлению воздуха столкнуть его с курса фактически повернув налево через несколько секунд после этого он активировал зачарование своего плаща и замедлил падение одновременно превратив импульс падения в толчок вперед за эти два месяца санни научился ориентироваться в небе выписывая в воздухе плавные дуги он стремительно приблизился к одной из гигантских цепей соединявших лесной остров с другим пролетел над ней несколько минут и проворно приземлился на одно из массивных звеньев гигантская цепь слегка покачивалась под его ногами где-то позади него она поднялась и слилась с почвой острова перед ним простирались бескрайние просторы пустых небес здесь на границе с низшим небом сейчас были сумерки цепь тянулась вдаль исчезая во мраке пустоты в нескольких сотнях метров от него когда темное крыло превратилось из размытого пятна обратно в прозрачный плащ санни вздохнул и зашагал вперед каждое звено небесной цепи было широким как дорога поэтому ему не нужно было бояться что он сорвется подойдя к месту соединения двух звеньев санни либо спрыгивал вниз либо скользил к следующему пройдя по всей длине цепи протянувшийся между бездонной пропастью внизу и безбрежным небом вверху он вскоре оставил позади свет солнца и вошел в вечную тьму здесь не было ни ветра не звука только тишина если бы не покачивание цепи санни мог бы подумать что попал в совершенно новый мир мир мириады призрачных огней горели где-то далеко внизу притворяясь звездами убедившись что за ним никто не наблюдает санни задержался на несколько мгновений а затем нырнул в железную поверхность цепи его тело превратилось в бесплотную тень и слилось с окутавшей его тьмой в конце концов здесь в низшем небе он находился в своей естественной стихии сам санни не мог путешествовать сквозь пустую тьму но цепи были покрыты непроницаемой завесой теней он мог плыть сквозь них до тех пор пока у него хватало сил в безопасности от ужасных существ обитавших на темной стороне скованных островов устремившись вперед с ужасающей скоростью санни скользнул по поверхности цепи и полетел сквозь тьму словно призрак он пошел быстрее а потом еще быстрее несколько раз обогнул цепь и оставил лесной остров далеко позади преодолев расстояние до следующего острова за считанные минуты он вырвался из тени как только солнечный свет снова коснулся железной цепи и взмыл вверх вращаясь темное крыло превратилось в пятно подталкивая его еще выше санни взмыл над плавучим островом а затем плавно опустился на его поверхности легким шагом приземлился на твердую землю этот остров значительно отличался от того где он сражался с чудовищными волками вместо леса из переплетенных деревьев остров покрывали зубчатые скалы а в его центре одиноко возвышались древние руины санни уже исследовал эти массивные сооружения и ему не хотелось посещать их снова перепрыгивая с одной тени на другую он избегал кошмарных существ населяющих остров и вскоре подошел к другому его краю технически чтобы добраться до святилища ему нужно было пересечь еще два острова однако на одном из этих островов обитал ужасные совершенно жуткие испорченный монстр так что ему пришлось бы сделать большой крюк санни посмотрел на солнце а затем снова спрыгнул с края так он путешествовал от одного острова к другому в течение нескольких часов когда было возможно санни превращался в тени мчался вдоль небесных цепей затем выходил из темноты и пешком обходил сами острова каждый остров отличался от другого один был безлюден и мрачен другой покрыт травой и растительностью один был полон прекрасных белых цветов другой скрывал чистое спокойное озеро некоторые были покрыты пеплом и пламенем а некоторые руинами оставленными древней цивилизацией если и было что-то что объединяло их всех так это то что каждый из них был опасен по-своему безлюдные острова были домом для стай чудовищных прожорливых муравьев трава покрывала пасти гигантских мерзостей которые прятались под ней ожидая когда добыча попадет в их ловушку растительность была хищная и смертельно опасной если не быть осторожным и не подходить слишком близко прекрасные белые цветы могли погрузить человека в сон от которого он никогда не проснется в спокойном озере обитала настолько страшное существо что сам не даже не осмеливался приблизиться к его прозрачным водам и эти были на более безопасной стороне если говорить о скованных островах из-за близости к светилищу они были хорошо изучены а все достаточно опасные чтобы представлять угрозу для цитадели давно уничтожена самой святой терис сан не уже бывал на этих островах поэтому знал как их обойти каждый из них был либо нисходящим либо восходящим первые было легче пересечь а вторые заставляли его идти страдая от ранних стадий сдавливания если остров который он хотел использовать оказывался слишком высоким сан не приходилось менять свой план и искать другой путь через некоторое время его запас теневой эссенции стал опасно мал зная что ему придется сделать остановку сан не выбрал относительно безопасный остров и направился к нему выскользнув на поверхность сан не устало отозвал темное крыло и огляделся остров на котором он сейчас стоял находился довольно близко к светилищу и на нем обычно не было кошмарных существ однако было разумно убедиться в этом послав свои тени в разные стороны чтобы разведать потенциальную опасность сан не сел на землю и вызвал бесконечную весну когда жажда была утолена он скрестил ноги положил руки на колени и закрыл глаза сосредоточившись на витках змея души часть его разума наблюдала за миром сквозь тени а другая была сосредоточена на ускорении накопления теневой сущности он некоторое время медитировал а затем внезапно открыл глаза одна из теней заметила что-то интересное глава 385 остров железной руки остров на котором отдыхал сами был странным он был довольно большим и покрыт мягкой травой а из земли то тут то там торчали древние каменные колонны большинство из них давно упали и разбились в дребезги в результате какой-то неизвестной катастрофы сама земля была полна впадин и вообще неровная как будто когда-то она служила полем битвы для великанов причина по которой сам не придумал такую метафору была не случайной главная особенность острова находилась в его центре и представляла собой гигантскую ржавую металлическую руку поэтому остров получил незамысловатое название остров железной руки он был хорошо известен пробужденным стоящим на якоре в святилище потому что сюда забредала очень мало кошмарных существ и поэтому многие люди использовали его для отдыха во время своих путешествий однако сегодня сан не был не единственным посетителем этого мирного острова довольно уродливое чудовище лежало мертвым в тени гигантской железной руки и его кровь образовала большую лужу у него было тело похожие на змеиные две мощные руки торчащие из человекоподобного туловища голова с длинной и зубастой мордой и два кожистых крыла судя по всему существо попало на остров из-за тяжелых травм а затем поддалось последнее ему сдавливанию его тело казалось изломанным и сплющенным из разорванной чешу и торчали острые костяные осколки интерес они естественно возрос ведь не каждый день он натыкался на свободные осколки души кроме того что еще более интригующе тень заметила что-то сверкающие на земле возле одной из рук мерзости хэм встав сан не осмотрелся а затем направился к центру острова вскоре он достиг ржавой металлической руки и нырнул в тень появившись на ее вершине стоя на высоте добрых десяти метров над землей он уставился на тушу мертвого кошмарного существа чтобы убедиться что тень ничего не упустила казалось все было в порядке пожав плечами сан не спрыгнул вниз и мягко приземлился на траву рядом с массивным монстром обойдя его он подошел к тому месту где на земле лежала рука мерзости пять длинных пальцев которой заканчивались ужасающими когтями ну и ну ты был страшным не так ли ему не нужно было размышлять о том кто убил чудовище на скованных островах кошмарные существа постоянно сражались друг с другом крылатые как этот часто попадались обитателем темной стороны разрывались на куски и пожирались этому в общем то повезло нагнувшись сан не подобрал маленький предмет который казалось выпал из руки существа и уставился на него с сомнительным выражением лица монета действительно в руках у него была тяжелая золотая монета что не имело никакого смысла кошмарные существа не были известны своим участием в торговле а люди не пользовались монетами если им нужно было торговать они либо обменивались подходящими предметами либо использовали кредиты конечно кредитов в царстве снов не существовало но сделка была бы совершена когда обе стороны вернулись бы в реальный мир так откуда же могла взяться золотая монета сан не некоторое время смотрел на монету затем повернул ее на одной из ее сторон был изображен архаичный корабль с высокой мачтой вокруг которой росло настоящее дерево с другой стороны на него смотрела красивое человеческое лицо на губах которого играла беззаботная улыбка у человека были высокие скулы длинные волосы и утонченные черты лица сами не мог сказать был ли это мужчина или женщина просто он казался довольно очаровательным на лбу был нарисован полумесяц и ну вот и все сами еще немного изучила монету а потом с унынием подумал эта вещь определенно проклята верно это просто должно было быть так что еще он должен был подумать найдя таинственную монету рядом с трупом монстра умершего насильственной смертью но похоже она не была проклята у сан не было довольно хорошая интуиция в таких делах кроме того у него был взгляд человека унаследовавшего часть запретной родословной ткача заглянув под поверхность монеты сан не ожидал увидеть злобное заклинание или хотя бы что-то странное но там ничего не было судя по всему монета была просто монетой единственной странностью было то что она казалась немного теплой на ощупь х учитель юлей был бы в восторге если бы он принес ему эскиз настоящий монеты царства снов такие культурные артефакты были редкостью это не принесло бы сан не никаких баллов за вклад но старику было легко угодить пожав плечами сан не засунул монету в сумку и повернулся к мертвому монстру посмотрим сколько осколков ты прячешь уродливая ящерица он вызвал осколок луны усилил его двумя тенями и разрезал прочную шкуру кошмарного существа некоторое время удача была на его стороне он быстро извлек два ярких осколка души так быстро что сам не убедился внутри туши должен быть 3 демон да на этом его везение закончилось тело демона было слишком сильно повреждено поэтому когда он попытался достать 3 кристалл его желудок разорвался и высыпал содержимое на землю арк проклятие сан не настолько отвратила мысль о том что его окунут в гнилостную слизистую массу что он инстинктивно телепортировался на несколько метров затем он наклонил голову и посмотрел вниз покрытые отвратительной кислотной жидкостью в быстро тающей траве лежали еще три монеты а также что-то похожее на кусок деревянного сундука неужели этот парень пытался съесть сундук сокровищами сан не покачал головой обошел отвратительный беспорядок и быстро достал последний осколок души поскольку золотые монеты были для него бесполезны а одну он уже успел забрать он не собирался доставать остальные нет спасибо к тому времени он восстановил достаточно теневой сущности чтобы вернуться в святилище так что на острове его уже ничто не держало бросив последний взгляд на гигантскую металлическую руку и задавшись вопросом какой страшный удар мог отделить ее от остального теоретического гиганта он отвернулся и пошел к краю острова солнце уже садилась так что у него оставалось не так уж много времени чтобы вернуться в цитадель и воспользоваться вратами до наступления утра глава 386 светилище ногтиса вскоре сан не уже шел по последней цепи которую ему предстояло преодолеть приближаясь к светилищу ногтиса к тому времени уже наступила ночь над головой мягко сиял бледный диск полумесяца его свет отражался от белых стен башни слоновой кости бесчисленные звезды мерцали на темном бархатном габелине ночного неба без светового загрязнения которые создавал огромный город где вырос они они были прекрасные яркие на забытом берегу тоже не было звезд поэтому это зрелище было для него новым и захватывающим теперь когда наступила ночь граница между верхним небом и низшим небом стала почти невидимой в пустоте под островами были свои звезды поэтому в эти часы она казалась отражением настоящего неба единственное различие между ними заключалась в том что здесь не было ни луны не бесплотного силу это изящной белой башни плывущей сквозь облака цепь слегка покачивалась когда шел санне ему не хотелось использовать теневой шаг так близко к светилищу и он наслаждался видом ночного неба запахом чистого воздуха и прохладными объятиями ветра поэтому последнюю часть обратного пути он решил пройти пешком иногда даже от может быть прекрасен через несколько минут сан не услышал журчание текущей воды и понял что светилище уже близко цитадель служившая большинству пробужденных скованных островов домом располагалась на крошечном островке однако остров этот был довольно аномальным в отличие от всех остальных он никогда не поднимался и не опускался всегда оставаясь на стабильной высоте вдали от мучительного сдавливания там было травяное поле а в его центре массивные менгиры стояли в идеальном круге который охватывал другой меньший этот больший круг образовывал внешнюю стену цитадели а меньшей внутреннюю внутри круга располагался спокойный парк в центре которого находился бассейн с чистой водой выложенная камнями дорожка вела к небольшому островку в центре бассейна где в тени древнего дерева стоял алтарь вырезанный из цельного куска белого мрамора алтарь имел три особенности первое обсидиановый нож лежавший на его поверхности нож не казался чем-то особенным за исключением того что никто даже святой не мог поднять его с поверхности алтаря даже на сантиметр второй особенностью алтаря было то что он сам по себе оказался вратами достаточно было прикоснуться к нему чтобы перенестись обратно в реальный мир после привязки к нему пробужденные появлялись возле алтаря когда засыпали в реальности третья особенность заключалась в том что из алтаря казалось нескончаемым потоком текла вода питая бассейн который его окружал никто не знал откуда это вода и почему алтарь ее производит только то что она была холодной сладкой и безопасной для питья 7 ручьев вытекали из бассейна и в конце концов падали на края маленького острова превращаясь под ветром в водяную пыль в яркий день все светилище было окружено радугой именно рок от этих водопадов услышал сани когда приближался к цитадели с помощью темного крыла он взлетел вверх и приземлился на мягкую траву острова подошел к каменному столбу стоявшему неподалеку и позвонил в бронзовый колокольчик висевший на нем это должно было дать знать стражам что он человек они кошмарное существо которое нужно уничтожить вскоре из темноты послышался свист и сани пошел вперед по тропинке ведущий к возвышающимся мингиром через несколько минут он прошел между двумя массивными камнями и вошел в светилище ногтиса никто толком не знал кто такие ногтисы и почему это место названо в их честь если это имя вообще принадлежало живому существу просто так это место назвала заклинание вот люди и последовали его примеру в любом случае пространство между двумя кольцами мингиров было превращено в место где пробужденные могли отдохнуть и восстановить силы между своими вылазками на дикие просторы скованных островов клан белого пера построил стены чтобы закрыть пространство между стоящими камнями и нанял несколько человек с полезными аспектами чтобы сделать условия жизни лучше для тех кто решил прийти сюда или был послан в этот регион заклинанием в настоящее время в светилище проживало около 200 пробужденных что было достаточно для поддержания его функционирования и безопасности в этот поздний вечер большинство людей либо спали либо отдыхали либо уже вернулись в реальный мир поэтому санне никого не встретил направляясь в отведенные ему жилые помещения как и всем остальным здесь ему выделили небольшую комнату после привязки к убежищу она располагалась недалеко от одного из двух входов поэтому ему не пришлось долго идти пешком войдя в комнату санне быстро снял рюкзак и положил свои трофеи немного осколков души несколько фруктов странного вида и золотую монету в сундук стоящий возле кровати затем он бросил рюкзак на пол задержался на несколько мгновений и ушел обычно он оставался до утра и шел на кухню или импровизированный рынок в парке чтобы обменять осколки на воспоминания или кредиты пообщаться с другими пробужденными чтобы узнать последние новости и важную информацию об островах или просто отдохнуть но сегодня ему нужно было спешить в реальный мир войдя в парк санне подошел к глубокому бассейну с прозрачной водой и ступил на первый камень тропинки ведущий к острову с алтарем вскоре он стоял перед белым алтарем окруженный спокойным шумом шелестящих листьев и бегущей воды взглянув на обсидиановый кинжал санне удержался от желания поднять его он уже делал это много раз и все безрезультатно может быть когда-нибудь вздохнув он сделал шаг вперед и положил руку на алтарь на ощупь мрамор был прохладным в следующее мгновение темноту ночи на мгновение озарила вспышка неземного голубого света когда она рассеялась под ветвями древнего дерева уже никого не было санне покинул царство снов и вернулся в реальный мир менгер простейший мегалит в виде установленного человеком грубо обработанного дикого камня или каменной глыбы у которого вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные глава 387 увядшие цветы санне открыл глаза в прохладной колыбели спальной капсулы крышка уже отодвигалась и свет в комнате постепенно становился ярче панорамная стена перед ним открывала вид на один из парков академии восточный горизонт уже окрасился сиреневым цветом восходящего солнца но мир все еще был окутан темнотой получилось со вздохом он поднялся из капсулы и опустил ноги на холодный пол эти первые мгновения после выхода из царства снов все еще были для него странными просто просто странно что он смог так легко выбраться из него без необходимости сражаться с морем чудовище бороться с ужасом отчаянием и болью как что-то столь значимое может быть таким простым и все же это было так за последние два месяца приход и уход из царства снов стал для него почти рутиной не то чтобы он делал это так часто как большинство пробужденных встав сан не поморщился затем помассировал плечи и мрачно посмотрел на спящую капсулу теперь когда он стал пробужденным академия выделила ему персональную жилплощадь в одном из общежитий эти помещения во многом повторяли комнату в которой он жил во время подготовки к первому входу в царство снов но с одним существенным отличием к основному помещению примыкала комната поменьше в которой находилось скромное место для медитации индивидуальной спальная капсула проблема заключалась в том что это капсула была совсем не такой продвинутой и современной как те что использовались для спящих она прекрасно справлялась со своей задачей пока пробужденный оставался в царстве снов от 8 до 12 часов как и большинство из них однако сан не имел привычку проводить там гораздо больше времени например его недавнее приключение длилось целых три дня в конце концов ему приходилось много работать чтобы не отстать в результате его мышцы болели и были тяжелыми прогнав остатки сна сан не прошел в ванную комнату и встал под душ когда струи воды ласкали его кожу и стекали по чешуи черной змеи обвившийся вокруг его стройного тела он вздохнул и на мгновение закрыл глаза по крайней мере его разум чувствовал себя отдохнувшим посещение царства снов не было равнозначно хорошему сну но в какой-то степени было похоже ментальная усталость все еще накапливалась постепенно но ее легко было снять медитации или сном по ту сторону врат однако немногие пробужденные так поступали поскольку ни одно место там не было абсолютно безопасным выйдя через некоторое время из душа сан не наконец-то почувствовал себя бодрым и полным сил он оделся сел за стол и быстро составил отчет о своих недавних исследованиях затем он взял в руки коммуникатор и проверил журнал никаких пропущенных вызовов несколько сообщений от ивфи с фотографиями вкусной еды которую она ела и несколько мимных шуток сомнительного характера и еще несколько откая с описанием его опыта в бастионе сан не подождал немного затем вздохнул и положил коммуникатор пора завтракать приказав одной из теней обернуться вокруг его тела так чтобы он выглядел как обычный человек сан не вышел из комнаты и направился к выходу по дороге в кафетерий он встретил еще несколько пробужденных однако никто не обратил на него особого внимания в последние месяцы изображения истинные имена кассе к и особенно и в фипе стрели в сми но к счастью ему удалось избежать того чтобы стать плакатом для ненасыпной пропагандистской машины правительства в результате случайные незнакомцы понятия не имели кто он такой что вполне устраивало сан не войдя в кафетерий он набрал себе полный поднос еды сел за один из столиков и положил коммуникатор на его поверхность звонок должен был поступить с минуты на минуту он наслаждался восхитительным завтраком в тишине и покоя время от времени поглядывая на коммуникатор никто его не беспокоил и не было никакой опасности о которой стоило бы беспокоиться на его губах появилась довольная улыбка ах жизнь хороша наконец коммуникатор зазвонил сам не ответил на вызов и прислушался к уважительному голосу на другом конце все готово замечательно так когда я могу правда ну отлично тогда я буду там в полдень точно тогда до встречи закончив разговор он положил коммуникатор долго смотрел вдаль со странным выражением лица получив баллы за отчета забытом береге и заработав немного денег на продаже осколков души другим пробужденным на скованных островах сан не сделал то о чем никогда не думал что сможет сделать в этой жизни он купил дом хороший красивый дом в районе города с чистым воздухом и зелеными лужайками и вот теперь после нескольких долгих недель ожидания все наконец-то было готово к его переезду посмотрев на свою сварливую тень сан не на несколько мгновений задумался а затем улыбнулся думаю у нас все получилось приятель у нас действительно действительно получилось человек ответственный за ремонт его дома и доведение его до нужных характеристик собирался встретиться с ним в полдень так что у сан не было несколько часов свободного времени он немного побродил по паркам теперь когда наступила весна воздух был теплым и приятным мелодичный стук капель тающего снега нарушал мирную тишину раннего утра заставляя сан не чувствовать себя уравновешенным и расслабленным даже тень казалось наслаждалась этим безмятежным пейзажем в конце концов он посетил один из киосков разбросанных по академии и потратил немного кредитов чтобы купить букет свежих цветов затем сан не обнаружил что стоит перед больничным комплексом вздохнув он опустил голову и вошел в автоматические двери воспользовавшись лифтом чтобы подняться на один из самых нижних уровней он прошел несколько все более строгих проверок безопасности и подошел к неприметной белой двери внутри было прохладно и темно сменив увядшие цветы на свежие он немного задержался а затем сел на стул стоявший возле мягко светящийся капсулы для сна внутри нее крепко спала молодая женщина с серебряными волосами лицо ее было бледным и неподвижным привет нефис как поживаешь глава 388 бодрствование кроме них двоих в комнате никого не было ну нефис также не было в каком-то смысле сан не был один в нескольких смыслах по обе стороны от спальной капсулы стояли два небольших столика на каждом из которых стояла ваза со свежими цветами сан не менял цветы только в одной из вас а касси ухаживала за другой они еще ни разу не сталкивались друг с другом во время посещения неф после того первого рокового дня что впрочем вполне устраивала сами он не очень-то хотел видеть слепую девушку сейчас или когда-либо еще взглянув на меняющуюся звезду сан не вздохнул и промолчал он не знал какое записывающее оборудование установлено в комнате поэтому его односторонние разговоры с нефис должны были происходить в безопасности его сознания я только что вернулся из царства снов провел там целых три дня исследуя руины и выслеживая нескольких кошмарных существ мои фрагменты теней ну ты уже знаешь я упорно трудился чтобы не позволить тебе оставить меня далеко позади у вчера я встретил мастера из клана белого пера он кажется довольно уравновешенным мужиком думаю он бы тебе понравился он сделал паузу на несколько мгновений подумал не считается ли это безумным поведением говорить с человеком которого на самом деле нет притворяясь что он есть возможно так оно и было но несмотря на то как сильно сам не ненавидел признавать это он не был таким уравновешенным и стабильным каким притворялся он был зол испытывал чувство вина и был одинок он скучал по нефис гораздо больше чем ожидал там на забытых берегах она каким-то образом стала неотъемлемой частью его жизни было странно существовать без нее занимающий место в одном мире с ним болезненно он также скучал по кассе вернее по той ее версии которая жила в его сознании до того как все что у них было превратилось в прах он скучал по их дружбе по их товариществу по их доверию друг другу потому что было сломано и потеряно сам не вздохнул знаешь в эти дни я часто думаю о времени которые мы провели в лабиринте втроем это было более простое время ты не находишь прекрасное время тогда она казалась таким ужасным но сейчас сейчас я очень скучаю по нему интересно ты также он поморщился затем отвернулся в любом случае что еще о дом который я купил готов у каев и все хорошо хотя они оба очень заняты я слышал что у касс также все хорошо она стала лидером тех пробужденных забытого берега которые остались независимыми люди называют их хранителями огня забавно правда сам не ненадолго задержался собирай с мыслями кстати я навещал твою маму я помню что тебе не нравилось что она одна поэтому я навестил ее она также в порядке ну то есть ты знаешь для пустой о и самое смешное он огляделся потом задумался помнишь ты говорила нам что хочешь покрасить волосы ты не поверишь но я действительно купил маленькую память которая позволяет мне менять цвет волос по своему желанию не из-за тебя это просто то что мне нужно для дела которые я собираюсь сделать тем не менее я думаю что это довольно забавно нефис оставалась неподвижной и отсутствующей ее лицо цвета слоновой кости выглядела безжизненным в белом сияние спальной капсулы он стиснул зубы где ты как ты тебе больно счастлива ли ты черт возьми я представляю как бы ты была счастлива свободная от всего занимаясь лишь истреблением кошмарных существ и сражаясь с тем что ты ненавидишь больше всего сан не опустил глаза и сжал кулаки затем долгое время оставался неподвижным ты вернешься ответа не последовало некоторое время он сидел рядом с меняющийся звездой глядя на ее неподвижное лицо затем он тяжело кивнул и встал хорошо тогда увидимся позже с этими словами сам не развернулся и ушел выйдя из академии санни ненадолго задержался затем обернулся и посмотрел назад массивные красные ворота выглядели совсем не так как раньше когда они с нефис проходили через них 16 месяцев назад тогда пространство перед ними было пустым но теперь она была заполнена десятками тысяч горящих свечей эти свечи были алтарем меняющийся звезды после того как выжившие с забытого берега вернулись в реальный мир их история распространилась как лесной пожар и на несколько недель захватила внимание человечества и независимые сми и правительственная пропагандистская машина подлили масла в огонь преподнося эту историю как вдохновляющие пас человеческой стойкости героизма и самопожертвования и нефис конечно же была главным героем этой эпопеи большинство пробужденных забытого берега были ее добровольными апостолами в конце концов в их сердцах она была их спасительницей они также считали что меняющаяся звезда попала в ловушку в царстве снов чтобы дать им шанс спастись их голоса упали на благодатную почву у нефис уже был сложившийся миф клана бессмертного пламени который вознес ее на вершину славы а с ее выдающимися достижениями на забытом берегу он стал только ярче однако то что действительно возвысила и возвеличила ее было нечто иное это было мученичество люди не любят ничего больше чем мучеников как и говорил сами чтобы стать настоящим героем человек должен умереть однако с меняющейся звездой произошло нечто странное теперь она каким-то образом не было ни мертвой ни живой что только усилила эмоциональный накал происходящего нефис стала мученицей не умерев при этом что по совпадению было очень уместно учитывая название ее клана все человечество сейчас было увлечено историей последней дочери легендарного клана бессмертного пламени наследницы двух самых выдающихся воинов в истории человечества которая попала в ад ворвалась в цитадель падшего ужаса правившего там и отбивалась от существа достаточно долго чтобы сотня спящих смогла сбежать обратно в реальный мир оставшись там чтобы обеспечить их выживание со стороны она казалась образцом человечности сам не не знал кому пришла в голову идея поставить свечи у ворот академии но это было весьма изобретательно люди похоже верили что бессмертное пламя не погаснет пока хотя бы одна свеча продолжает гореть для меняющейся звезды так академия неожиданно стала местом паломничество тысяч людей которые желали чтобы она снова совершила невозможное и вернулась живой идея была настолько пронзительной что даже сам сам не пару раз чел нужным зажечь свечу фанатики презрительно покачав головой он развернулся и пошел прочь оставив море свечей позади никто из них не знал нефис только он знал ей не нужны были их свечи чтобы выбраться из царства снов возможно это царство снов нуждалось в помощи чтобы сбежать от нее глава 389 место которое можно назвать своим сан не провел некоторое время в переполненном вагоне общественного поезда поскольку личные транспортные средства были редки дороги и требовали специальной правительственной лицензии для приобретения большинство жителей города пользовались общественным транспортом для передвижения магнитные поезда обычно называемые просто трамваями были самым дешевым и популярным его видом за время проведенной на окраине усан нередко возникала необходимость воспользоваться трамваем но когда он им пользовался люди не обращали на него внимания иногда они даже из кожи вон лезли чтобы не замечать его но сейчас казалось все изменилось сам не прикрыл глаза наблюдая за вагоном сквозь тень на случай опасности ее не было однако он с удивлением заметил что люди особенно молодые женщины время от времени бросали на него любопытные взгляды ха змея души показывается но нет его рукава полностью скрывали витки тени странно наверное дело в одежде за последние два месяца сан не не часто выходил за пределы академии но во время одной из таких вылазак он купил себе непритязательную но дорогую гражданскую одежду по словам к я она была сдержанная стильной чтобы это не значило сами по сути просто выбрал единственную удобную вещь в магазине темных цветов он вздохнул это просто показывает насколько поверхностные люди простая смена гардероба и вдруг я в центре внимания почему девушки такие материалистки если честно многие парни тоже пялились на него к тому времени как сам не доехал до своей остановки он был немного взволнован оставив позади переполненный поезд он вздохнул с облегчением спрятал руки в карманы и вышел из знакомого трамвайного терминала часть города куда он приехал находилась недалеко от центра настолько далеко от окраин насколько можно себе представить здесь было тихо спокойно и зелено воздух был почти таким же свежим как в царстве снов дома в этом районе также были противоположно человеческим ульям к которым привык сани странно но все они были очень низкими не выше двух трех этажей сама земля поднималась и опускалась искусственными ярусами каждая улица располагалась на своей широкой террасе здесь снег уже сошел обнажив прекрасные лужайки и зелень весь район был похож на сад очевидно что не каждый мог позволить себе жить здесь большинство местных жителей были либо достаточно богаты либо работали на правительство однако если говорить о гражданах то они не принадлежали к высшему сословию в городе были другие гораздо более богатые районы и настоящая элита как и большинство пробужденных жила там но это была одна из тех вещей которые нравились сани в этом месте он мог обойтись без того чтобы находиться рядом с другими пробужденными каждый день или с кем бы то ни было прогулка от терминала до нужного адреса заняла около 15 минут конечно сан не мог бы добраться до него гораздо быстрее прыгая через тени но он предпочитал не использовать свои способности за пределами царства снов и академии так он чувствовал себя более человечным наконец он остановился перед жилищем который должен был стать его жилищем и несколько минут смотрел на него дом перед ним был двухэтажным с серыми стенами и покатой черепичной крышей у него было крыльцо из синтепана лужайка и большое окно из которого открывался вид на просторную гостиную был даже гараж для птс и забор с живой изгородью отделявший его от соседних домов это было похоже на что-то из сказки экстравагантный кхм пробужденный сан лис сэр конечно сан не знал что неподалеку припарковался птс из которого вышел мужчина и подошел к нему сзади просто он был слишком поглощен важностью момента чтобы показать это обернувшись он посмотрел на человека который его окликнул это был невысокий полноватый мужчина одетый в очень дорогой сшитый на заказ костюмы старинные роскошные часы несмотря на внешность мужчина был полон уверенности в себе она его лице сияла широкая отполированная профессиональная улыбка сан не уставился на него с сомнительным выражением лица а затем сказал ланард верно мужчина он был представителем агентства ответственного за обустройство нового дома санне с энтузиазмом кивнул это я то что вы запомнили мое имя очень мстит сэр правда с этими словами он жестом указал на дом и улыбнулся вам нравится сан не колебался затем притворился безразличным и пожал плечами неплохо я думаю ленард на мгновение задержался а затем улыбнулся еще шире конечно человек вашего уровня должен быть привыкшим гораздо более роскошным условиям проживания но уверяю вас наша работа вас не разочарует возможно этот дом не столь высокого класса как тот в котором вы жили до этого но мы сделали все в соответствии с вашими требованиями хотя должен признать ваш выбор места поставил перед нами сложную задачу особенно с учетом необходимости сохранить в тайне точный характер изменений санне держался прямо и пытался понять о чем черт возьми говорит ланард из-за кого он принимает санне честно говоря когда он решил купить дом он просто связался с мастером джет сказал ей где он хочет его разместить и пару вещей которые он надеется вместить в дом и вместо того чтобы дать ему совет как действовать она просто все устроила сделав пару телефонных звонков и вот теперь он здесь тем временем ланард с любопытством взглянул на него пару мгновений колебался а затем осторожно спросил кстати если вы не возражаете сэр как вам этот прекрасный дом в сравнении с вашим предыдущим местом жительства конечно меня это интересует с чисто профессиональной точки зрения считайте это опросом клиентов санне посмотрел на уютный серый дом немного подумал а затем честно ответил ну моё предыдущее место было примерно в сто раз больше построена в основном из натурального камня и мрамора со старинной деревянной мебелью и очень особенным секретным подземельем ох а о безопасности заботился падший дьявол ланард некоторое время смотрел на него с той же широкой улыбкой однако его лицо медленно серело через некоторое время он пару раз кашлянул и хрипло сказал замечательно это замечательно кхм может заглянем внутрь глава 390 мой замок интерьер дома был выполнен со вкусом и минимализмом в соответствии с философией дизайна который казался стильным просторным и немного пустым на первом этаже располагались гостиная столовая кухня кладовая ванная комната и спальня для гостей все было обставлено и полностью укомплектована включая холодильник забитый всевозможными дорогими продуктами ланард с чувством гордости огляделся вокруг и разразился длинной тирадой о всех скрытых средствах защиты которыми на самом деле обладал этот непритязательный дом за панелями сайдинга скрывались толстые листы бронированного сплава широкие окна были оснащены титановыми ставнями которые могли опуститься в любой момент а фильтры для очистки воздуха и воды могли противостоять не только обычным токсином окружающей среды но и большинству известных форм биохимических угроз такие масштабные меры безопасности могли показаться излишеством но на самом деле даже обычные люди стремились превратить свои дома в компактные крепости никто не знал когда откроются следующие врата и насколько близко к ним они окажутся и хотя большинство домовладельцев никогда не собиралась использовать эти защитные функции их наличие значительно улучшало качество жизни ланард странно долго описывал все осветительные приборы которые установила его агентство его голос пылал энтузиазмом казалось этот человек неравнодушен к дизайнерским лампам у санни не хватило духу сказать ему что в большинстве случаев он не будет пользоваться ни одной из них в конце концов он прекрасно видел в темноте дом подключен городской электросети но очевидно есть автономный источник энергии на случай чрезвычайных ситуаций технология заклинаний разумеется энергоблоки легко доступны для покупки и служат очень долго под технологиями заклинания он подразумевал что автономный генератор был создан путем объединения современных технологий с силами пробужденных энергоблоки которые ему требовались должны были либо подзаряжаться либо создаваться кем-то с подходящим аспектом полезности подобные устройства считались роскошью для простолюдинов но на самом деле очень большая часть инфраструктуры города функционировала на технологиях заклинаний не все в мире было создано пробужденными но почти все отрасли так или иначе требовали их участие даже системы фильтрации воздуха которые мать санни собирала на подземной фабрике на окраине содержали волокно выращенные одним из носителей заклинаний кошмара вот почему хотя аспекты полезности часто были бесполезны в бою люди обладающие ими так ценились обществом санни задал пару вопросов о развлекательной системе встроенной в гостиную почесал затылок получив ответы и выразил желание посмотреть второй этаж на втором этаже находилась главная спальня и две поменьше каждая со своей ванной комнатой а также ярко освещенный домашний офис здесь же находилась задвижка в кладовую на чердаке ланард рассказал кое-что о мебели которую они выбрали а затем несколько раз по непонятной причине упомянула звукоизоляции главной спальни санни нахмурился и бросил на него странный взгляд я понимаю что спать в тишине и покое конечно хорошо но он ведь знает что я не могу спать в реальном мире какой странный человек наконец они спустились в подвал который находился глубоко под землей а также был самой укрепленной и хорошо защищенной частью здания в каком-то смысле это было сердце непритязательного серого здания весь подвал представлял собой одно большое помещение стены пол и потолок которого были покрыты тяжелыми плитами из бронированного керамического сплава это было сделано для того чтобы пробужденный мог тренироваться здесь не беспокоясь о том что разрушит свой дом или насторожит соседей санни раскошелился чтобы убедиться что каждый предмет тренировочного оборудования здесь выдержит его схватки со святой он все еще помнил и оплакивал все красивые вещи которые потерял во время их предыдущих поединков например его любимый стол или удобное кресло или его гордость подвал можно было изолировать от остальной части дома и от внешнего мира превратив его в сильно укрепленный непроницаемый ящик из сплава причина такого уровня дополнительной безопасности находилась в небольшом олькове в дальнем конце подвала это была ультра современная красивая невероятно дорогая спальная капсула лучшее что можно было купить за деньги сам не подошел к ней и некоторое время смотрел на мягко освещенную роскошную колыбель а затем улыбнулся больше никаких болей в мышцах в закрытом состоянии капсула выглядела как стальной монолит если говорить о высокотехнологичных гробах то этот бронированный был настоящим красавцем сам не даже не мог назвать это гробом эта штука эта штука была целым саркофагом с его помощью он мог проводить целые месяцы в царстве снов не нанося своему физическому телу никакого ущерба конечно он не собирался затеряться в заклинании надолго но лучше перестраховаться чем потом жалеть ланарт усмехнулся не буду врать каждый раз когда я оказываюсь в такой обстановке мне становится немного страшно вы когда-нибудь слышали о дракуле сэр сан не взглянул на него затем пожал плечами не совсем что это такое коротышко вздрогнул просто легенда к счастью дракула был демоном который питался человеческой кровью и спал в гробу под землей отсюда и сам не улыбнулся о вампир да я встречал одного или двух ланарт побледнел некоторое время молчал потом пискнул и мы мы встречали не обращая на него внимание сан не повернулся ко второй капсуле стоявший рядом с первой это устройство было достаточно похожи на спальную капсулу чтобы его можно было принять за нее но не имела ничего общего со сном ну не технически у нее тоже была люлька и тяжелая крышка но в отличие от нового саркофага сан не она не была предназначена для длительного хранения человеческого тела на самом деле на внутренней стороне крышки была табличка предостерегающая людей от чрезмерного использования оборудования и просящая их вести себя ответственно это была лучшая из доступных капсул сновидения позволяющие войти в продвинутую симуляцию виртуальной реальности которая существовала на грани между технологией и магией у сан не были большие планы на эту штуку глава 391 сновидение сновидение это место которое не было ни реальностью не частью царства снов а существовало где-то между ними оно было создано и поддерживалось благодаря сочетанию передовых современных технологий и особой способности аспекта который обладал некий мастер теперь уже святой их сила была связана с иллюзиями и вот что представляла собой сновидение огромная иллюзия которую могли разделить бесчисленное количество людей однако это иллюзия не было полностью податлива и функционировала в соответствии с рядом абсолютных правил она отражала реальность они полностью заменяла ее в результате человек попавший в нее был связан теми же законами которые существовали в реальном мире а поскольку одним из этих законов было заклинание кошмара то аспекты способности воспоминания эхо человека действовали в иллюзии также как и в нее с одним важным отличием в сновидении нельзя было причинить боль ранить или убить человека не воспоминания нехо не могли быть уничтожены это означало что пробужденные могли сражаться друг с другом там не рискуя жизнью и не допуская разрушительной силы своих поединков в реальный мир это применение было основным использованием сновидения ну в некотором смысле на заре своего существования сновидений в основном использовалась кланами наследия и правительством для обучения элитных пробужденных которые служили им но очень быстро его сочли лишь незначительно полезным хотя такое обучение могло облегчить безопасные поединки между человеческими носителями заклинания его симуляция кошмарных существ была не так уж близка к реальности ведь иллюзорным монстром не хватало воли и разума настоящих мерзостей так что сновидение не смогло стать успешным инструментом обучения и было в значительной степени заброшено однако она неожиданно обрело невероятный успех в сегменте развлечений те пробужденные которые не входили в состав элитных ударных сил считали его очень увлекательным полезным и веселым дуэли в сновидении стали очень популярны и эта популярность взлетела до небес когда компания создавшая его придумала встроить в симуляционные капсулы функцию трансляции сделав эти дуэли доступными для гораздо более широкой аудитории обычных людей сегодня сновидение это целая индустрия с любительскими и профессиональными лигами знаменитостями и страстными фан-клубами существовала даже версия этой игры для непробужденных со своим собственным набором локаций и приключений которые позволяли людям испытать точную копию того что значит путешествовать по царству снов сражаясь с кошмарными существами санне однако не интересовали известность слава и деньги которые мог принести ему статус знаменитого чемпиона сновидения каким бы прибыльным она не было в конце концов это было всего лишь игрушка тем не менее он был крайне заинтересован в этой игрушке по трем очень важным причинам первой причиной была анонимность которую предлагала сновидение было практически невозможно отследить человека попавшего в иллюзию если он не хотел чтобы его отследили что ему очень нравилось второй причиной был танец теней санне нужно было сражаться с множеством противников владеющих разными видами оружия использующих различные стили чтобы отточить свое боевое искусство и сделать его как и змея души сильнее в некотором смысле ему нужно было создать библиотеку зеркальных стилей чтобы обогатить свой собственный было ли лучшее место для того чтобы найти тысячи и тысячи пробужденных готовых скрестить с ним клинки и все это без риска для жизни третья причина была довольно неожиданной на самом деле сам не наткнулся на нее совершенно случайно еще когда он только прибыл на скованные острова он тайно испытал мантию подземного мира в битвах с несколькими кошмарными существами ониксовые доспехи оказались еще более замечательными чем он предполагал поэтому он без труда выследил несколько мерзостей и все же одному существу удалось сбежать от него после полного поражения в основном из-за приближающегося сдавливания именно тогда он узнал как на самом деле работает заклинание принц подземного мира в его описании говорилось что ониксовые доспехи становятся сильнее в зависимости от количества противников которых победил их владелец и это было именно так заклинание не заботилась о том жив противник или умер для него было важно лишь то что враг проиграл после того как кошмарное существо которое победил сани сбежала счетчик заклинания все равно изменился с 1215 6000 на 1216 6000 он проверил его в битве с другой мерзостью подведя ее к порогу смерти а затем уйдя не нанеся последнего удара счетчик поднялся до 1217 6000 поэтому сан не надеялся убить двух зайцев одним выстрелом в сновидении и повысить свою технику и удовлетворить требования принц подземного мира постоянным потоком побед теперь когда он наконец-то купил собственный дом и получил доступ к достаточно безопасной симуляционной капсуле у него появилась возможность сделать это но сначала ему нужно было отослать лонарда они вдвоем вернулись на первый этаж коротышка огляделся и с несколько принужденной улыбкой спросил я надеюсь все было по вашему вкусу сэр стараясь не показать как странно для него обращение сэр сам не все же отрывисто кивнул и ровно ответил да сгодится лонард колебался несколько мгновений затем сказал хорошо отлично кхм не хотите ли вы подписаться на нашу активную службу безопасности многие пробужденные считают полезным иметь специальную охрану команду охраняющую и низкорослый мужчина начал рассказывать ему явно отработанную речь но под безразличным взглядом сам не его голос становился все тише и тише пока в конце концов не пропал совсем сан не слегка улыбнулся я бы не стал лонард неужели вы действительно полагаете что сможете охранять меня лонард сглотнул затем покачал головой ха 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 нет конечно нет о чем я вообще думал пожалуйста простите меня сэр он отвел взгляд затем поспешил сменить тему в любом случае как вы можете видеть интерьер довольно пустой мы оставили место чтобы вы могли разместить свои кхм вещи если вы не возражаете когда прибудут грузчики сам не пристально посмотрел на него затем пожал плечами они не приедут у меня не так много вещей под этим он подразумевал что одежда на нем и вещи в карманах вот и все его земное имущество лонард вздохнул затем кивнул как глубокомысленно действительно в наши дни люди слишком озабочены материальными благами они определяют себя через владение вещами не замечая что эти вещи на самом деле владеют ими я завидую вашей мудрости сэр а чем вообще этот парень говорит санни со скрытой завистью смотрел на сшитый на заказ костюмы антикварные часы лонарда они должны были быть дорогими коротышка уловил направление его взгляда и покраснел от смущения в любом случае если никто не приедет то мы можем заключить сделку прямо здесь и сейчас я бы не хотел отнимать у вас слишком много драгоценного времени они подписали несколько документов все платежи были сделаны заранее так что это было лишь формальность но несмотря на это завершение этого бессмысленного ритуала заставила санни почувствовать глубокое и сильное волнение через несколько минут лонард ушел оставив его одного в новом доме первый дом за много-много лет глава 392 рождение легенды некоторое время санни неподвижно стоял в гостиной затем он стал медленно бродить по дому разглядывая его стены и со вкусом обставленные комнаты наконец он оказался возле холодильника и достал оттуда стеклянную бутылку наполненную прозрачной чистой водой с ней в руке сам не вышел на улицу и сел на крыльцо в районе террасы было тихо и спокойно воздух был еще холодным но солнечный свет уже был полон тепла обещая яркую весну ветер нежно шелестел листьями а потоки талой воды тихо журчали стекая по тротуару сам не посмотрел на участок земли который теперь принадлежал ему и открыл стеклянную бутылку он провел там довольно много времени потягивая воду и ни на что особенно не глядя прошло несколько часов и мимо проехала несколько птс он увидел несколько человек в чистой и теплой одежде чуть позже мимо прошли толпа детей и подростков в школьной форме которые возвращались домой после занятий после этого он вздохнул взял свои тени и вернулся в дом поднеся пустую бутылку к холодильнику он несколько мгновений смотрел на него внутри была еда так много еды достаточно чтобы продержаться месяц все легкодоступные вкусные и вполне по средствам не успел сам не опомниться как его кулак врезался в дверцу холодильника легко пробив тонкие металлические листы и превратив овощи хранившиеся с другой стороны в пар куски металла и пластика разлетелись в воздухе и весь дом слегка задрожал сам холодильник треснул и деформировался едва не разорвавшись от силы удара сам не в шоке уставился на свою руку затем неловко извлек ее изнутри разрушенного устройства и с ужасом посмотрел на разбитую вещь черт теперь ему придется покупать новый и заменить все продукты и убирать весь этот беспорядок что черт возьми со мной не так покачав головой он поставил пустую стеклянную бутылку на стойку вздохнул и пошел искать швабру через некоторое время сан не вернулся в подвал и подошел к капсуле сновидения он посмотрел на нее некоторое время затем повернулся и зашагал вокруг бронированного дадзё хмурись ну же ты готовился к этому долго очень долго пока он вышагивал все его присутствие медленно менялась поход касание манера держаться движение рук все стало немного другим есть шесть богов бог войны также известный как бог жизни бог зверей также известный как богиня луны бог солнца по мере того как он произносил имена богов и их различные аспекты менялась и манера его речи разница была тонкой но заметной один за другим сан не менял все поведенческие признаки которые можно было проследить он потратил много времени на подготовку к этому моменту используя физическую пластичность практикующего танец теней чтобы сделать себя неузнаваемым на удивление задача оказалась гораздо проще чем он думал в общем то это была его специальность маска ткача могла защитить его личность от всех кто хотел бы узнать ее с помощью магии но с мирскими формами идентификации он должен был справляться сам через некоторое время когда он был готов сан не разделся подошел к симуляционной капсуле и забрался в ее колыбель когда на его лице появилась полированная маска из черного дерева крышка закрылась перед ним появилась строка мерцающих букв войти в сновидение да нет он вздохнул затем сосредоточился надо через несколько мгновений его зрение потемнело санни обнаружил себя стоящим в безграничной черной пустоте вокруг него бесчисленные звезды горели неземным светом невообразимо сложное переплетение нитей соединяла их вместе однако в этом узоре не было ни логики не смысла он не чувствовал никакого замысла скрытого в прекрасном переплетении нитей света это был просто красивый фон и ничего больше подделка однако в остальном симуляция была довольно реалистичной он посмотрел вниз и увидел свое обнаженное тело а вокруг его рук и туловище обвился змей души сновидение воссоздала его облик с точностью да и мельчайших деталей х покачав головой в недоумении санни вызвал мантию подземного мира она соткалась из черных нитей и покрыла его тело как только это произошло в темноте раздался приятный голос претендент добро пожаловать в сновидение санни вызвал осенний лист маленький амулет позволявший ему менять цвет волос после недолгого колебания он сделал их белыми что дальше как мне сражаться с людьми приятный голос быстро ответил прежде чем продолжить пожалуйста выберите псевдоним он моргнул пару раз затем почесал затылок ах да псевдоним после некоторого раздумья санни вспомнил легенду об одиссея о которой любила говорить мы и улыбнулся никто это был бы хороший псевдоним 1 он уже мог представить как забавно было бы услышать что-то вроде никто не победил врага или никто не победил один набоды можно перевести на русский как никто это будет его не к ним но в английском это на самом деле еще и отрицание когда на английском голос будет объявлять о победе и говорить на бадыха свон то возникнет каламбур где буквально если читать как не к ним и одновременно ты и победителя не было на этом и строится рофл однако его мысли были прерваны голосом сновидения псевдоним никто занят пожалуйста выберите другой их он не ожидал этого что было бы лучше псевдоним их занят пожалуйста выберите другой что нет подождите псевдоним что нет подождите занят пожалуйста выберите другой сам не закрыл рот затем задумался на некоторое время его псевдоним должен был не только звучать красиво но и быть противоположным тому как бы он назвал себя в реальной жизни как и его движение и манера речи это должно было быть частью маскировки поэтому придумать его было не так то просто за следующие несколько минут он перепробовал дюжину различных псевдонимов и все с одинаковым результатом уровень крутости псевдонимов которые он мог придумать быстро падал а уровень его раздражения быстро рос ему казалось что проклятая симуляция издевается над ним наконец сам не зарычал от разочарования и произнес первое слово которое пришло ему в голову дворняга некоторое время сновидение молчала затем она произнесло добро пожаловать дворняга пожалуйста выберите себе сон по вкусу правда дворняга ну задание выполнено я думаю это действительно последнее кем бы я хотел чтобы меня называли какая ирония пока сан не пыхтел и отдувался от разочарования перед ним появилось несколько изображений все они содержали изображения различных сред хотя большинство из них выглядели как некая арена из своих исследований сан не знал что выбор арены определяет тип противников с которыми ему предстоит сражаться некоторые были доступны всем другие требовали определенного количества побед чтобы получить доступ профессиональные дуэлянты проводили свое время в элитных снах сны какое глупое название если бы я видел сны я бы сейчас был на скованных островах не так ли его тело действительно сейчас бодрствовала просто его разум находился в иллюзии независимо от этого ему нужно было место где он мог бы сражаться с достаточно опытными любителями не привлекая к себе лишнего внимания он знал именно такое место указав на одно из изображений сан не сказал там мгновение спустя черная пустота исчезла и он вдруг оказался в другом месте откуда-то сверху прогремел громкий голос претендент дворняга вошел в колизей глава 393 дворняга сан не стоял на земле огромной овальной арены она была покрыта песком который уже давно стал красным от крови пролитой между этими древними стенами безжалостное солнце полило в раскаленном небе а в ноздри ударил запах пота крови и смерти как реалистично немного встревоженный сан не огляделся и увидел высокие трибуны амфитеатра возвышающиеся над залитой кровью арены это были зрительские места с них ликовала толпа голос которой был полон мрачного очарования жестокости ликования и мужчины и женщины были одеты в архаичные одеяния оставлявшие голыми руки и плечи с кровожадными улыбками искажающими их лица они были похожи на орду похотливых демонов ну не все то тут то там виднелись странно одетые люди наблюдавшие за боями с менее варварским выражением лица люди в архаичных одеждах были иллюзиями а остальные реальными наблюдателями чтобы наблюдать за поединками не обязательно было подключаться к сновидению но некоторые причудливые фанаты предпочитали присутствовать лично чтобы достичь ощущения максимального погружения лунатики эти проклятые симуляционные капсулы слишком дороги чтобы использовать их для просмотра несмотря на то что сан не уже не был бедным видеть такую экстравагантность все еще было больно покачав головой он наконец обратил свое внимание на саму арену конечно это иллюзорная среда не отличалась оригинальностью но с другой стороны это была классика более продвинутые сна имели самые разные декорации от реалистичных до совершенно фантастических но для этого низкого уровня компания управляющая сновидением выбрала довольно простой сюжет это был древний колизей место где рабы когда-то сражались чтобы развлечь своих хозяев часто до смерти санне это ни капельки не понравилось колизей был основан на историческом сооружении но был гораздо больше сотни и сотни воинов бродили по песку арены одни участвовали в боях другие искали соперника здесь в колизее большинство участников были пробужденными достаточно высокого уровня чтобы считаться элитой среди любителей но недостаточно искусными чтобы войти в профессиональную лигу как раз то что искал санне возможно в целом хотя многие дуэлянты в сновидении были талантливыми бойцами в конце концов среди них было очень мало настоящих мастеров настоящая элита проливала кровь в царстве снов они в иллюзии созданные ради развлечения так что уровень компетентности этих людей еще предстоит выяснить приказав змея души принять облик грозного и дате сам не положил клинок большого меча на плечо и стал ждать когда ему бросит вызов однако из-за его грозных черных доспехов и устрашающей маски люди похоже не хотели приближаться к нему по крайней мере некоторое время вскоре подошел молодой мечник в поразительных кроваво-красных доспехах на его плече покоился длинный изящный испадрон улыбаясь он посмотрел на санне и сказал не видел тебя здесь раньше дворняга ты новенький в колизее сам не наклонил голову и изучил буквы появившиеся вокруг мечника рай в красном победы сто пятьдесят семь поражения сто три достаточно хорошо опустив а дате он ответил ровным тоном я родился в колизее мечник улыбнулся затем шагнул вперед тогда позволь мне поприветствовать тебя сразу же заговорил голос сновидения объявляя о начале поединка рай в красном бросил вызов дворняги они сцепились на окровавленном песке двигаясь с такой скоростью что ветер завывал в их доспех